Девушки отдыхают В наших интерактивных средах разработки, а не на каких-либо блокнотчиков или тому подобное. Меня зовут Сергей Рыбалкин. Я вместе с Сашей Помосовым буду вести этот курс. Курс разработки на Java. И сегодня у нас будет такая вводная лекция. Но не пугайтесь, если вы мало чего узнаете нового сейчас. Мы так мягко стартанем и достаточно быстро разгонимся до промышленных масштабов. Отметьте все на портале, кто хочет это сделать. Отмечаться в принципе не обязательно, но только если вы отмечаетесь, вы можете оставить нам фидбэк и таким образом сделать наш курс лучше. На посещаемость мы не смотрим. Давайте расскажу немного о себе. Вот способы, как со мной можно связаться. На данный момент я занимаюсь разработкой больше 7 лет. Работал в Яндексе, в Mail.ru, в Allot.Steam. Сейчас работаю в Алиэкспрессе, в Алибабе. И занимаюсь развитием нашего сайта e-commerce, который в том числе доставляет вам всякие интересные чехольчики для мобильных телефонов. Ну и прочую достаточно полезную технику. Еще представлю Сашу, потому что микрофон сейчас у меня. Саша сейчас мой коллега, в том числе был моим коллегом и задолго до этого. Тоже работал в Mail.ru, в Headhunter. Сейчас мы вместе работаем над Алиэкспрессом. Давайте разберемся, зачем мы вообще тут с вами сидим. На самом деле мы не ставим себе такой цели, как рассказать что-нибудь о Java, сказать, что это хороший язык, научить вас чем-то пользоваться. Мы ставим цели несколько шире. Мы хотим дать вам понимание того вообще, зачем и что можно делать на Java. То, как он вписывается в современную инфраструктуру в плане разработки в целом по миру и в Computer Science в частности. То есть мы выполним с вами часть работы, которая заключается на практике в создании сервера мультиплеерной игры. Это будет некий клон игры Bomberman, фронтенд которого мы аккуратно взяли у одного разработчика и создаем для него бэкэнд мультиплеерной игры. Научимся мы разрабатывать, тестировать и деплой, то есть всему тому, что в принципе нужно знать разработчику, если он хочет либо пилить свой отдельный проектик, либо присоединиться к какой-то команде. Немного ключевых технологий. Вот здесь написано, что мы будем сразу работать с Java 9. На самом деле это не совсем правда. Java 9 мы будем видеть в качестве некоторого тулинга, который будет включен в наши лекции. На самом деле большинство систем, которые мы будем разрабатывать, будут идти под восьмерку. На это есть некоторые причины, об этом мы узнаем позже. Из того, что у нас будет из сопутствующих фреймворков, это будет Spring, Spring Boot, то есть мы научимся делать какие-то маленькие сервисы, очень быстро их разворачивать и деплоить. По поводу деплоя и всего прочего, у нас будет использоваться Gradle как средство сборки и Docker как контейнеризация, и в дальнейшем в Docker контейнере у нас будут деплоиться. В качестве транспорта у нас будет использоваться как HTTP, так и протокол веб-сокетов. То есть HTTP для того, чтобы вы поняли вообще, как работают современные веб-сервисы, как можно общаться между какими-то клиентами и серверами. HTTP — это один протокол, и веб-сокет — это другой для того, чтобы какое-то быстрое интеракшн-соединение поддерживать, которые, например, у нас будут при разработке взаимодействия между игровой сессией и клиентом браузерным. Вот тут есть некоторый набор ссылочек. В ближайшем будущем, если уже не Саша выложит в группу сферы ссылку на наш, во-первых, Telegram-чатик, не пугайтесь, там уже есть некоторое количество людей. В нем можно задавать любые вопросы о нашем курсе, о разработке, которая лежит рядом с ним, вообще любые технические вопросы. На них ответим либо мы с Сашей, либо кто-нибудь из людей, которые там уже есть. Такое тоже часто случается. На самом деле тут должна быть немножко другая ссылка на блок техносферы. Чатик. Ссылочка на GDK. GDK 9 и GDK 8 мы тоже чуть-чуть позже с вами разберем. И вот дальше идет официальная ссылка на документацию Java. Вообще, что в Java хорошо, то это документация именно development kit, который вам поставляется вместе с языком. Если вы хотите что-то узнать, то почти все будет там написано. Если там не написано, в соответствующих каналах или мейл-рассылках это можно узнать, но, как правило, такого не случается. Если, например, брать сопутствующие фреймворки, например, Spring, там есть много таких моментов, когда те или иные вещи недостаточно хорошо оговорены или достаточно быстро устаревают, что, например, сейчас характерно для Spring Boot. При всей хорошей документации этого фреймворка есть нюансы. Давайте немножко поговорим про план. Все, хорошо. У нас будет некоторое количество лекций, рубежный контроль, два хакатона и завершающее занятие, где у нас будет защита проектов. Обязательным условием сдачи курса является сдача проекта. Проекты у нас групповые. Группы, как правило, от двух до четырех человек. Оптимальное количество — это три, мы наставим на нем. Итак, первые несколько лекций мы будем заниматься тем, что будем познавать некоторые основы Java. А вообще, кто здесь программировал на Java до этого? Хорошо, C++? C++, хорошо. Вот, раз на C++ многие программировали, мы будем некоторое время уделять сравнению, но не то, чтобы углубляться в какой-то синтаксис, а скорее давать понимание о том, что вообще есть. То есть вам, наверное, не интересно слушать, а мне не очень интересно рассказывать про то, какие циклы есть в Java. Это время мы можем уделить каких-нибудь более интересных вещам. Когда мы с вами пройдем какой-то бейзлайн, когда вы сможете относительно свободно писать какой-то простейший код, мы перейдем на изучение Java веба. Там на нас наслоятся все прелести мира веб-технологий, протоколы и прочее, прочее, прочее. Веб-сервисы научимся создавать, посмотрим, что такое MVC и прочие вещи, характерные для веба. После веба мы перейдем к работе с персистентными хранилищами, с базами данных. Рассмотрим вообще, с помощью чего в Java принято общаться с базами, как это делать, какие существуют фреймворки и тулы, которые упростят для нас эту работу. И потом переместимся уже в то, чтобы использовать все это в нашем проекте. То есть собрать все технологии воедино и сделать какую-то уже законченную вещь, которую вы спокойно можете оставить на своем GitHub-репозитории, задеплоить куда-то на Amazon, например, и дальше при потребности скидывать это при трудоустройстве куда-то, чтобы показать свои существующие pet-проджекты. Из чего все это будет состоять? У нас будет некая клиент-серверная инфраструктура с общением браузеров и серверов по сети, в частности, через веб-сокеты. У нас будет часть, отведенная на гейм-механику. Гейм-механика — это какое-то взаимодействие между объектами, которые характерны для одной игры. Например, это какой-то человечек и клетки, по которым он ходит, или земля, по которой он ходит, или что-то такое, бомбы и прочее. Дальше у нас будет ряд ознакомительных лекций. То есть мы не будем требовать от вас абсолютного усвоения тем, которые будут там даны, в том числе и на защите проектов. Но при этом без какого-то глубокого понимания их в будущем вам очень тяжело будет проникнуть в профессию. Что там будет рассказано? Там будет рассказано про то, как устроена конкуренция в Java. Ну и не только в Java, но, в принципе, характерно для многих других языков. Будем рассматривать, как работает сборщик мусора в Java, что это такое, зачем нужно, какие есть алгоритмы и как это влияет на модель памяти. Ну, точнее, не на модель памяти, а то, как все хранится у вас. И все это соберем в итоге в финальный проект, который будем в группах представлять и который будет совместно защищаться уже, наверное, в офисе Мейла. А дальше немного про оценки. Чтобы получить минимальную оценку, проходной балл, нам придется защитить проект, соответственно, и получить как минимум 50 баллов. За что даются баллы? Тут, в принципе, все написано. Можете прочитать. Я расскажу про то, что еще у нас существует. На почти каждом занятии после первого будут даны, соответственно, какие-то дополнительные задания, за быстрое или качественное или очень хорошее выполнение которых мы начислим дополнительные баллы. Вот. В целом 90 баллов можно набрать довольно просто, если делать все задания. Соответственно, больше можно набрать, если делать какие-то задания на дополнительные баллы. А, да, забыл сказать совершенно. Как и в любом курсе, в нашем курсе наверняка будет немало ошибок, проблем, каких-нибудь недочетов. Так вот, вы можете еще получить балл за пул-реквесты, которые будете делать в нашей репозитории с какими-то полезными улучшениями, советами, доработками и прочим, и прочим, и прочим. Мы этому очень рады и приветствуем это. Да. Совсем скоро вы сможете выключить эту презентацию и посмотреть вообще все ссылки, которые здесь есть. Я расскажу вкратце еще раз про проект. Клон игры Bomberman. Можно посмотреть у пользователя с ником MaxCala его версию интерпретации на HTML5 плюс JavaScript. То есть что он сделал? Он сделал браузерную версию игры. Мы взяли от нее фронтенд, весь визуал, и сделали порты к бэкенд-сервисам. То есть теперь у нас появился бэкенд, который обрабатывает многопользовательскую версию. То есть что вы делаете? Вы регистрируетесь где-то в формочке, а может не регистрируетесь. Дальше делается какой-то логин. После логина вы собираетесь в игру со всеми остальными партнерами и уходите в какую-то отдельную игровую сессию, которая создается. Мы вам дадим клиент, который использует HTML и JavaScript. То есть вот эту веб-формочку, которую вы будете видеть для того, чтобы логиниться и заходить в игру. То есть с большой вероятностью вам не придется там ничего делать, если только вы не человек, очень заинтересованный в разработке фронтенда. Вообще же весь курс у нас ориентирован на бэкенд. То есть мы будем разбираться, в чем основные сильные стороны Java. Ну как, забегая вперед, я уже сказал, это в основном будет бэкенд. И использовать ее соответственно. Первый рубежный контроль, скорее всего, у нас будет индивидуальный. То есть каждый будет защищать свою часть проектиков, а после него мы объединим вас. Или вы даже сами объединитесь. Но это еще будет чуть позже. Да, Саша мне подсказывает, что он опубликовал пост. Теперь вы можете посмотреть, обновиться, зайти в наш Telegram канальчик уютный, пообщаться там с нами, посмотреть ссылочки. И ссылка на презентацию, соответственно, там в ближайшее время появится или уже появилась. Давайте теперь немного ваших вопросов по организации, что как будет, вот, чтобы мы это все оставили и дальше пошли уже заниматься делами. Да. Просто вопрос по поводу слайдов лекций, чтобы ссылки не переписывать. Ссылки не надо переписывать. Слайды лекций. Во-первых, все лекции уже выложены, просто у вас нету к ним пока доступа. Вот сейчас вы установите Telegram, зайдете, там будет ссылка на первую лекцию. После этого чуть-чуть погодя, мы выкачаем наш репозиторий. Дальше там уже будут все материалы и все это можно будет посмотреть. То есть сейчас не нужно заниматься переписыванием. Мы сейчас просто выясняем основные моменты, а дальше пойдем именно заниматься курсом. Еще вопросики? Да. Задания будут приниматься. Задания будут приниматься. Во-первых, я об этом еще чуть позже скажу, но почти все задания будут приниматься автоматически мерш-реквестами. Потом мы будем ревьюить ваш код. То есть у нас есть на большинство заданий, которые будут даваться, тесты. Вы должны будете сделать пул-реквест из своего репозитория в наш. Дальше тесты пробегутся на вашем пул-реквесте. Скажут, он проходит все или нет. Если он проходит все тесты, дальше его видим мы. Смотрим, что там. Если нам покажется, что все нормально, выставляем баллы. Репозитория, как я понял, один. То есть все будут туда репозиторить? Да. Да. Есть репозиторий курса, есть ваши форки его. То есть вы из своего форка будете нам делать пул-реквест. Вот. Но об этом будет уже подробно сказано чуть позже. Еще вопросы? Все зависит от ваших интересов. То есть если вы захотите сделать что-то крутое и проапгрейдить клиент или что-то такое, вы вольны делать все, что хотите с ним. То есть тут только от фантазии зависит. Базовое интерфейс и есть. А оно описано? В меру наших возможностей. Итак, давайте быстренько пройдемся по тому, что конкретно из аспектов Java мы сегодня затронем. Ну и здесь будет не только Java, будет еще инфраструктурные части. Во-первых, мы уже рассмотрели, из чего будет состоять наш курс. Дальше мы пройдемся по основным аспектам архитектуры языка. Посмотрим, что такое базовый синтаксис. Посмотрим на систему контроля версии GIT, систему сборки Gradle. И уже дальше посмотрим, что мы вам приготовили в качестве первой домашней работы. А, давайте сразу такой вопрос. А кто из вас раньше работал с GIT, и у кого он состоит, например, сейчас? То есть есть такие люди, хорошо, но значит мы это сделаем достаточно быстро. Давайте тогда начнем с общей архитектуры языка. Вообще Java — это язык программирования общего назначения. И я очень рад, что мне сейчас не приходится вам начинать лекцию с того, что говорить, почему Java не умирает. Вот. Давайте я сразу расскажу вам о тех доменериях, где Java доминирует. Это backend и Android. Но это Android — это довольно специфичная область, где у Java уже более-менее появляются конкуренты, которые, конечно, они базируются на JVM, но все же. А вот зачем Java не нужно использовать? Это какие-то низкоуровневые и перформанс-задачи, которые характерны для специфической софтвера. Это софт, который пишется именно под какие-то определенные устройства. И это что-то, отвечающееся за скриптинг. Очень часто можно видеть на Stack Overflow вопросы. Ой, ребята, у меня тормозит Java, потому что я написал вот такой скрипт, который там пробегает по всем файлам, что-то там считает и прочее-прочее. Не надо такого писать на Java. Язык не для этого. Он, конечно, может, но можно и микроскопом гвозди забивать. В общем, язык — это то, что нужно использовать в правильной доменной области. То есть сильная сторона Java — это именно разработка бэк-эндов. По крайней мере, нам она известна с этой стороны. Именно о ней мы будем вам рассказывать. А, ну, теперь почему же? Почему стоит использовать Java? Во-первых, потому что язык довольно взрослый, там 20, уже даже 21 год. Он такой стабильный и достаточно консервативный. Если меня спросят, а меня иногда спрашивают, что бы я хотел нового в Java? Вот чего мне бы так не хватало? Скорее всего, ответ бы был, я не очень хочу чего-то нового, я хочу, чтобы часть вещей убрали даже. Например, обратную совместимость, которая есть, и все говорят, что это хорошо, но это хорошо до какой-то степени. То есть, на мой взгляд, как взгляд разработчика, язык очень хороший, стабильный, конечно, немного многословный, то есть можно некоторые мысли выражать гораздо более лаконично, но, тем не менее, с этим очень хорошо и приятно работать. У Java очень большое комьюнити. Вы всегда можете найти ответы на практически любые вопросы, которые у вас возникают о разработке. В том числе и в России достаточно много спикеров, которые выступают с довольно сильными докладами на конференциях разного уровня. За рубежом и в России. У вас огромный-огромный пласт библиотек, фреймворков, которые вы можете использовать свои повседневные активности. То есть, если вы пытаетесь решить какую-то задачу, с большой вероятностью ее уже кто-то решил за вас, написал какую-то либу, а может даже не одну, выложил ее в центральные какие-то репозитории, которые вы просто можете вычекать, добавить себе в проект, потестить все это интеграционно и заюзать. Java еще быстрая, но я не буду заострять внимание, почему я так считаю. Просто пока поверьте мне на слово. И низко сатурированный рынок предложения о работе. То есть вы всегда можете найти себе работу, очень много вакансий, и за это предлагают достаточно хорошее вознаграждение. Давайте теперь о таких базовых аспектах языка, которые нужно просто пробежать глазами и запомнить. Во-первых, Java кроссплатформенная, то есть вы можете писать код, а дальше он в таком же виде может быть выполнен на разных платформах, будь то какой-то Windows, будь то Unix или что-нибудь другое. Как это достигается, мы поговорим несколько позже. Java поддерживает идеологию write once, run anywhere. То есть один раз пишешь, а дальше где ты хочешь, когда ты хочешь, можешь это все запускать. В том числе отсюда растет такой принцип, как обратная совместимость. То есть каждая версия Java все равно остается груз ответственности. То есть выходит, например, 8, 9, 10 Java, и при этом приходится поддерживать код, который, например, под 4 или 5 версии был написан. Но поскольку есть такой контракт, то с этим уже ничего не сделаешь, как бы не хотелось. Java компилируется в специальный байт-код, не в машинный код. Дальше ваш байт-код уже выполняется специальной виртуальной машиной Java, так называемой JVM. То есть у вас, в отличие от какого-то CC++, дополняется еще один шаг, который отвечает уже, собственно, за сборку агностичного к платформе байт-кода. А дальше виртуальная машина Java под каждую платформу вам что-то уже может запустить, и это будет бежать у вас на разных архитектурах. Что очень важно. В Java есть автоматический менеджер памяти. То есть по большей части вам не нужно задумываться о том, что будет с вашим объектом после того, как вы его создали. То есть вы что-то создаете, вы это используете, 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 потом бросили, начали решать другую задачу. А garbage collector уже позаботится о том, чтобы каким-то образом вам с этим помочь. Да? Давайте сразу такой вопрос. А вот многие тут знают C++. C++ есть какие-нибудь способы сборки мусора? Ручки. Ручки? Вот эти? Своими ручками, да. А еще? Ну, не знаю. Такое простое задание наверняка писали на университетском курсе. Reference counter. Слышали? То есть у вас есть объекты, у вас есть какие-то референсы на них, и вам нужно их посчитать. Их какое-то количество. Когда вы убиваете объект с помощью delete или что-то там еще, у вас количество референсов уменьшается на объект. Нет? Не было такого ни у кого? Ну, в общем, reference counter в C++ это один из видов. Конечно, можно меня ругать за эту фразу, но это один из видов сборки мусора, сборщика мусора. Дальше. Вернемся к нашей Java. В Java есть строгая статическая типизация. Что это такое и почему об этом так говорят? Вы можете начать с изучения простейшей статьи Википедии, в которой укажете strong type safety и дальше посмотреть, что там описывают. Мы чуть позже к этому придем. И дальше еще одна из отличительных черт – это concurrency. Это concurrency на уровне потоков внутри вашего процесса. То есть Java одна из первых имплементировала такую концепцию. Давайте теперь переместимся к базовому синтаксису, узнаем вообще, какие конструкции у нас есть. Немного с ними поиграем. Ладно, смотрите. Вы должны сейчас находиться на том же слайде, на котором я. Мы сейчас с вами поставим JDK. JDK – это Java Development Kit. Это то, что нужно, чтобы вы могли разрабатывать проект. Соответственно, мы сейчас начнем с установки JDK 9. Здесь есть ссылочка на него. На какой системе? Мы советуем использовать либо Mac, Mac OS, либо Linux. То есть на Windows то же самое можете сделать, но у вас будут проблемы. Мы будем стараться вам помочь с этим проблемой. Но, возможно, мы не справимся. То есть… Будет Linux, но у вас, скорее всего, не будет. Если у вас будет Linux, то это значит, что 95% вещей мы уже попробовали сами на этой системе. Просто, ну, если вы настаиваете на использовании Windows, вы, конечно, можете этим заниматься. Но есть нюансы. Например, в докере есть много проблем с установкой на винду и с дальнейшей эксплуатацией. Вот. Так что лучше все-таки используйте Linux. Давайте пройдемся на несколько слайдов вперед. Вот. А в перерыве мы начнем помогать вам уже ставить JDK и все прочее, что относится к нашему курсу. Давайте разберемся с какими-то базовыми типами, которые есть в Java. Во-первых, есть несколько базовых типов. И у них фиксированный размер. У всех, кроме Boolean. Это вообще то, что пришло к нам из языков программирования, которые были до Java. То, что активно используется. И есть еще такая штука, как референсы. Референсы — это ссылки. То есть ссылки на какие-то объекты, которые у вас есть где-то в памяти. Итого вот это все у нас базовые типы. Boolean, byte, char, long, double, float и так далее. Integer. У кого же подработа соотпэн? Все есть. А нету? Нету, подниматься. Давайте немножко разберемся в диапазонах. Это, конечно, скучно, но неплохо было это сделать. Самое важное — запомните примерные границы интеджера и то, что он занимает 4 байта. А остальное, скорее всего, байт, Boolean вы уже знаете, надеюсь. Float, double — они поддаются спецификации, которая здесь указана. Референс имеет разрядность системы, на которой вы стартуете. Например, 32 бита, 64 бита. Это что касается базовых типов. Дальше. Операторы. Тут у нас тоже нет ничего сложного. Обычные операторы, которые пришли к нам из C++. Только у нас есть еще оператор инстанцов, например, который принадлежность объекта определенному типу может проверить. Остальное все то же самое. Битовые, логические операторы присваивания. Тут можете это посмотреть. Интересного тут мало. Давайте потихонечку начнем разбираться с выражениями, которые существуют. Итак, у нас есть язык, который максимально похож на C++, но есть некоторые нюансы. Мы попытаемся рассказать вам об этих нюансах. Нюансы, конечно же, в синтерсисе. Внутри все совсем по-другому. Совсем по-другому. Смотрите, здесь что мы видим? Объявление переменных, объявление массивов. Есть ключевое слово ню, есть какое-то объявление в квадратных скобочках, которое означает количество элементов массива, которое будет. Есть присваивание в какой-то элемент массива. То есть синтерсис весь вам знаком. Первое, что, наверное, кажется странным, это вот этот какой-то вывод system.outprintln.hello.world. Соответственно, что здесь есть? Во-первых, здесь есть строковый литерал hello world. Это какая-то строка. Дальше есть какие-то вызовы через точку. Ну, мы уже, наверное, догадались, что это вызовы каких-то методов. То есть есть что-то с большой буквы, называемое system. Скорее всего, это какой-то класс. У него есть что-то out. И дальше println метод, который все позволяет вывести. В целом, семантика, надеюсь, понятна. Но что это внутри себя представляет, мы чуть попозже, наверное, посмотрим. Хотя можете и сами посмотреть, зайдя в стандартную библиотеку. Дальше. Дальше есть какое-то сравнение. Сравнивается value1, value2 через оператор двойного равенства. Он хорошо работает для простых типов, базовых типов. И в случае равенства выводится какой-то результат, сообщение о том, что value1 и value2 равны. Дальше у нас еще какое-то присваивание. И дальше мы уже видим какой-то блок. То есть это несколько операций, которые выполняются в результате срабатывания какого-то условия по condition true. То есть есть condition и есть блок, который выполняется. Там есть какие-то присваивания, какое-то форматирование строки. В общем, какие-то объекты делают какие-то операции. В том числе и статические. Надеюсь, вы понимаете, что это такое. Но мы сейчас чуть-чуть во все это углубимся. Давайте. If, else. Вообще, if — это какая-то языковая конструкция. If, else, if — else. Condition. Дальше в else, if можно подать еще один condition, в том числе составной. Здесь вы можете видеть, как составные condition делаются, условия. И вывести какие-то вещи в блоках, если у вас в них выполняется вход по условию. Тут все то же самое. Ничего интересного. Есть оператор switch. Это такой if, else на стероидах, но он сломан в Java относительно. Но сломан он примерно так же, как сломан в C++. То есть для того, чтобы это более-менее корректно работало, и так, как вы ожидаете, вам приходится ставить break, декларации break после каждого условия. То есть если у нас количество яблок 1, 2 или так далее, мы break или return statement не поставим. У нас все дальше выполнится после вот этой метки case 2. То есть все условия, которые записаны после этой метки до следующего break или выхода из этого оператора switch. Надеюсь, это понятно. И это то же самое, что у нас есть в C++. Циклы. Есть три типа циклов основных, которые можно здесь видеть. Это while condition, while expression, do while и for. Ну, как ни трудно догадаться, в основном языке используется for. Поэтому последние версии языка на эту тему фантазируют. И появились такие циклы, как for each. То есть для каждого объекта из какого-то множества, по которому можно проитерироваться. То есть если у вас есть возможность на каком-то множестве вызвать операцию взятия следующего элемента, то вы можете обеспечить на этом множестве for each циклы. В частности, это делается в этом примере. То есть у нас есть какие-то чиселки digits. Это объявленный массив. И дальше вы видите инициализацию массива десятью чиселками от нуля до девяти. И дальше мы для каждой чиселки вызовем в system.outprintln и выведем ее. Что внутри, вы видите конкретинацию строк через сложение, в частности. Точнее не строк, а строки и чиселки. В данном случае при этой конкретинации у вас будет выполнено приведение интеджера к строке. И все это вместе схлопнется, вам выведется. То есть никаких дополнительных приведений вам делать не нужно здесь. А теперь вот две последние конструкции. Это такое итерирование для хипстеров. То есть вы видите такую штуку, которая называется integer stream. Integer stream позволяет нам взять какой-то range. В данном случае от нуля до десяти. То есть это то же самое, что в предыдущем примере записано, но уже в функциональном стиле. Вызвать на этом всем for each. И, соответственно, сделать такую штуку, которая называется лямбда выражение. То есть мы из какой-то чиселки, из digit переходим в system out printlain от digit, то есть вызов делаем для digit. На месте digit могла быть любая переменная, например, x. То есть мы могли такую замену сделать. И есть другой способ. Есть способ напрямую передать вот эту же функцию, которую мы здесь описали, из digit в ничего. Это функция printlain. То есть просто вызов функции будет для каждого из элементов массива выполнен. Точнее range. Так, давайте о сигнатуре методов поговорим. Во-первых, важное определение. Сигнатура метода — это имя метода и список всех его аргументов, соответственно. У метода есть модификатор доступа, есть тип возвращаемого значения. Конечно же, есть имя, список параметров. Если параметров нет, то вы можете оставить эти… Точнее, вы обязаны оставить скобки пустыми и ничего туда не подавать. Дальше есть декларация с rose. Это если у вас метод выбрасывает какое-то исключение. То есть исключительная ситуация инициируется. И эта исключительная ситуация имеет такую метку, как check. То есть вы обязаны ее где-то там поймать. Подробнее об исключениях будет потом, но они есть. Что в методе есть? В методе дальше открывается его тело в фигурных скобках. Есть несколько деклараций и есть return statement. То есть если у вас есть какой-то return type, вы должны выбросить какое-то значение. То есть выдать какое-то значение на выходе. Ну, довольно очевидно. То есть что нужно вынести с этого слайда? Это в основном определение сигнатуры метода. Потому что оно нам очень пригодится, когда мы будем смотреть, что такое overload функции, что такое override функции. То есть переопределение, перегрузка. Сюда? Где int, а где int? Почему они? То есть public int? Public int. Регументы, как и с ним. А, да. Потому что одно из них — это примитивный тип, другое — это объект оберточный. Вообще они разные, но они очень хотят быть чем-то одинаковым. То есть смотрите, здесь действительно разные вещи написаны. Integer sum of apples. Мы что-то с ним делаем, и это продолжает быть объектом. Но из функции у нас идет, отдается int с маленькой буквы, и это примитивный тип. Соответственно, нам Java здесь помогает, и она делает такую операцию, как unboxing. То есть она берет из этого объекта и просто значение выдает. Мы конкретно, наверное, на второй лекции будем разбирать все вот эти оберточные объекты над примитивными типами. Они есть. Давайте тогда сейчас расскажу еще пару слов о том, что такое вот эти все магические аббревиатуры, GDK, JRE, E и прочее, прочее. И мы уже перейдем, наверное, после перерыва ко всему сетапу. Да, мы начнем делать сетап и посмотрим, что нам нужно для того, чтобы обращаться со всеми материалами курса, чтобы код писать и прочее, прочее. Давайте так. GDK, как я уже говорил, это development kit для Java. Это все то, что нам, ну, все то минимальное, что нам нужно для разработки на языке. Есть такая штука, как Java Runtime Environment. Это то, в чем у вас может бегать приложение на Java. То есть чтобы что-то запустить, вам достаточно JRE. Чтобы что-то разрабатывать, вам нужно JRE и еще какие-то тулы, с помощью которых вы будете все это разрабатывать. Например, компилятор, дебаггер, профилировщик. Ну и вы, наверное, можете еще кучу всего назвать. Что еще тут важно? Что внутри JRE есть JVM. Это виртуальная машина Java, которая обрабатывает весь ваш байт-код. Она с ним ведет всякие манипуляции. Есть некие системные библиотеки. Вот. Это такая high-level картинка. Если мы перейдем на следующий слайд, тут можно увидеть вообще все составляющие того или иной части Java. То есть, например, вот GDK — это все, что здесь есть. Здесь выделено место под JRE. Соответственно, вы можете это все чуть поглубже рассмотреть. Но и посмотреть, что там где есть и что во что входит. Я и сейчас не буду заострять на этом внимание. Да, давайте теперь разберемся, а вообще что из этого что делает. Как я уже говорил, у вас в... У вас в GDK есть компилятор. Вот он в Development Tools там помечен. Так вот, смотрите, что происходит с тем, когда вы написали код. Вы написали условно какой-то классик, какой-то метод или вообще какой-то кусочек кода, где-то написали. Что дальше нужно, чтобы все это начало бегать на сервере или у вас в локале? Давайте смотреть. Во-первых, у вас есть source-код, и тут в дело вступает Java-компилятор Java. Он компилирует ваш код в какой-то точка-класс-файл. Точка-класс-файл, в нем находится байт-код, который уже может бегать внутри GVM. Дальше в ход вступает GVM. Этот класс-файл когда-то будет в нее подгружен на выполнение. Внутри GVM есть JIT, интерпретатор, и какие-то вещи для рантайма. JIT — это just-in-time компилятор. То есть изначально Java начинает интерпретировать ваш байт-код, то есть проходиться по нему, выполнять инструкции, как, например, тот же Python. С течением времени у вас начинают появляться некие инварианты в рантайме. То есть какие-то методы начинают чаще выполняться, какие-то реже. В каких-то Java замечает особенности. В результате этого, когда у вас методы прогреваются, осуществляется перекомпиляция их более мощными компиляторами, которые есть внутри GVM. И у вас все это как-то будет меняться. То есть в рантайме ваш исполняемый код может несколько раз поменяться, компилироваться, декомпилироваться. И вот в этом мощь всей платформы виртуальной машины. То есть она может следить за тем, как выполняется ваш код, проводить над ним те или иные операции, и таким образом ускорять и ускорять ваше приложение. Вот. В частности, поэтому на предыдущих слайдах я написал, что Java быстрая. И с этим трудно поспорить в данном случае. Вот. Мы плавно подходим к сетапу. Давайте мы сделаем перерыв несколько минут и начнем дальше все это ставить. Вторая ссылка на гид. У нас с вами весь пайплайн работы с вами будет построен через гид. Мы с вами будем работать через гидхаб. И первое же домашнее задание у вас будет сделать некие изменения, запушить их на гидхаб и сделать pull request. Это очень важно. То есть все мы будем работать так. Если вы не знаете гид, вам все равно придется его куда-нибудь выучить. Вот. На нашем курсе мы вас пропушим немножко. Поэтому давайте сейчас прямо начнем ставить gdk и гид. У кого не поставлено это? У кого не поставлено? gdk или гид? Ставьте сейчас. Если у вас нет компьютера, ну ладно, будете страдать. У кого-то может быть стоит gdk 8. Есть такие? Ставьте gdk 9. А восьмой надо удалять? А у тебя какая система? Linux? Нет, не надо удалять. А с виндой интересные вопросы. На самом деле, смотрите, сейчас, значит, ваша задача в ближайшие минут 10 поставить gdk и гид. Потому что иначе вы дальше будете сидеть и смотреть. Это неинтересно. Значит, если у вас что-то пойдет не так, или просто у вас есть вопросы по установке, то там сидит Сережа, он вам как раз в этом всем поможет. Ну, то есть тот самый Сережа. Так, Сережа вам уже рассказал про то, что такое gdk, gdk, правильно? Что такое gdk? Кто помнит, что такое gdk и чем отличается от gdk? Только что рассказывали. Ладно, чем отличается от gdk? Ну да, gdk, штука, которая для запуска наших приложений. Потому что Java Runtime Environment, она обеспечит нам рантайм. gdk, Java Development Kit, да? То есть это штука, которая включает в себя, естественно, gdk, она может гонять программы, а еще там есть инструменты для разработчика. Собственно, если вы поставили gdk, давайте просто сейчас на все, что там было написано, посмотрим. Можно поставить на Windows, да? Конечно, все, и gdk, и gdk, все можно поставить на любые системы, если вы не совсем извращенцы. Так вот, сейчас я сделаю немножко пошире. Мы с вами сначала немножечко посмотрим на то, как вообще выглядит поставка gdk. чтобы вы поняли, что там, что за инструменты у нас есть. Где-то у нас компилятор, где у нас, собственно, рантайм. Вообще, первая вещь. Вот смотрите, на этих слайдах, те, которые после описания того, что такое gdk, gdk, что там внутри них лежит, собственно, есть слайды про установку. Выбирайте свой слайд. Если у вас Unix, Linux, смотрите на этот слайд, здесь же следующий Windows. Я буду рассказывать с точки зрения Mac. Пока. Просто для всех систем есть какие-то вещи, которые одинаковы в настройке. Вам нужно будет просто выставить некоторые переменные среды. Кто не понимает, честно, переменные среды? Ладно, если у вас есть такие вопросы, то обращайтесь к Сереже, он вам объяснит. Вам нужно будет выставить переменные среды. Значит, переменные среды, которые вам нужно будет выставить. Это, во-первых, пасс. Переменная пасса, она вообще используется не только в Java. Зачем нужна переменная пасса, кто знает? Зачем нужна переменная pass? Да, все правильно. Это путь, который указывает, вернее, это переменная, которая указывает путь на бинарнике. То есть на самом деле, как она работает? То есть это некоторая переменная, которая доступна отовсюду в системе, которая хранит в себе просто список директорий, в которых находятся какие-нибудь бинари ваши, любые бинари. Что мы хотим сделать? Это чтобы эта переменная указывала нас и на путь, в котором лежит javac, то есть компилер, и java. Это понятно, да? Ну, то есть что это будет значить? Когда вы запускаете какую-то программу из консоли, когда пишете java, например, или java, чтобы что-то скомпилировать, естественно, система должна знать, какая именно java, где она лежит. Чтобы ее запустить в переменную pass, вы должны положить путь до этой директории. Вот здесь это и написано. То есть вот у меня мак. И да, мы будем очень много работать в консоли, поэтому делайте все из консоли. Вещи, которые делаются в консоли, легко воспроизводимы. Я их буду делать, вы можете сверяться со мной. Понятно, что вот сейчас я хочу выставить переменную pass. Там написано pass.gdk9, да? Понятно, что нужно поменять ее на настоящий путь, по которому я поставил jdk. Я сейчас просто посмотрю, где она у меня находится, потому что у меня уже все, естественно, установлено. Но я вам покажу. Если я... На самом деле, там еще есть несколько вариантов. Там есть вариант установки jdk и jreye с помощью установщика. Там вам всего вот это проделать не нужно будет, скорее всего. Но давайте все равно удостоверяйтесь о том, что переменная java, вернее, pass и java.pass установлены правильно. Вот смотрите. Я на самом деле на маке установил свою jdk давно и с помощью установщика. Она у меня хранится вот там. Вот вы можете посмотреть. System, library, framework, java, ла-ла-ла-ла-ла. Очень сложный путь, куда автоматически мак ставит java. Моя переменная pass должна указывать туда. На самом деле, она может указывать и в папочку bin, потому что там есть alias, но это не важно. Так. Поэтому я делаю это вот так. Так. Кто хочет, что сейчас происходит? Кто понимает, что сейчас происходит? Кто не понимает? Да, здесь вопрос. Вы вот делали кофе не для маку, а для Linux. Стоять на чем-то? Ну, если у вас Linux, вы делаете часть, которая написана про Linux. Она немножко другая. У вас, конечно. У меня Mac. Поэтому я… А. Ну, как вы видите, на самом деле, чем отличается? Тем, где находятся настройки, которые выполняются при старте нашего терминала, да? То есть, на самом деле, суть между… разница между Mac и Linux не очень большая, на самом деле. Вот. Я, на самом деле, давайте не буду выполнять здесь команды, но я хочу, чтобы вы просто понимали, что они делаются. Да, чтобы ничего себе случайно не сломать. Ладно. Как проверить, что вы правильно выставили переменную pass? Если у вас Linux или Mac, вы делаете это так. То есть, я вывел значение переменной pass, да, вот этой вот строчкой. И среди тех директорий, на которые указывается наша переменная pass, должна быть директория, в которой находится ваш выкачанный gdk, папочка bin. У меня эту роль выполняет папочка userbin, потому что внутри нее находятся алиасы на все приложения, которые у меня стоят на Mac, в этом суть. Эта часть кому-то непонятна? Если непонятно, то скажите. Я вроде добавил, но все равно она отображается только штрихами. Слажми. Возможно, это сделать неправильно. То есть, если у вас это не получилось, опять же, спрашивайте Сережу. Сегодня у нас как бы день сетапа, в большей степени. Да, вы просто поднимаете руки, и Сережа будет к вам подходить и помогать. Значит, все, первую перемену выставили. Теперь нужно выставить вторую перемену, java.home. По названию можно догадаться, что это некая переменная среды, которая указывает на то, где лежит java. Давайте посмотрим, чему она равна у меня. Вот она у меня выставлена. Давайте посмотрим, что лежит в этой папочке. Это путь, который указывает на корень той папки, в которой лежит java. То есть на этот раз не на корень плюс bin, да, а просто на корень. Понимаете, да, разницу, что я сказал сейчас? Это важно. Если вы их выставите неправильно, у вас потом будут проблемы. Поэтому я столько времени на это уделяю сейчас. То есть проверьте, что ваша переменная java.home выставлена правильно. Пишите ехо java.home, она указывает на корень папки, в которой находится ваша JDK выключена. Корень, не bin. Когда вы все это сделали, как проверить, что все работает? Мы хотим удостовериться, что у нас выполняются две команды на самом деле. Первая команда — это java. То есть вызывается команда, которая запускает java процессы. То есть что у нас доступно jre. И вторая команда — это java. То есть это компилер, что они находятся в пассе, что переменная java.home их указывает. Как мы это проверим? Пишем java минус v. Нет, пишем java минус version. java минус version. Нет, это легко меняется. Мне стоит просто их несколько. О, девятка. Ну, то есть на самом деле иметь несколько установок java на одном компьютере — это нормально, только вы должны уметь их переключать. Поэтому он тоже, Сережа, поможет. Мы вам поможем. Мы работаем на девятке. Ну и чтобы проверить, что у вас работает java, просто напишите java. Если у вас будет написано, что не найден такой бинар, не найден такой файл, что-то не так, естественно. Если вы видите вот такой длинный листинг с указанием, как пользоваться этой программой, значит, все работает. Это важно, пожалуйста, все установите. Здесь есть вопросы, спрашивайте Сережу. Так. Ну, а теперь по традиции мы с вами перейдем к написанию самой простой программы на java. Мы с вами ее напишем, быстренько разберем, посмотрим, что с ним происходит, как у нас работает компилятор, java.e, посмотрим даже на байт-код. Итак, сегодня нам не понадобятся никакие среды разработки. Забегая, наперед скажем, что мы будем пользоваться одной, это не только идея. Сегодня нам это не понадобится. Давайте все зайдем в корень нашего репозитория. Репозитория. Да. Кто не выкачал репозиторий? Кто выкачал репозиторий? Давайте так. Кто выкачал репозиторий? Кто выкачал? Никто не выкачал репозиторий. Ну, ладно. На самом деле, тогда давайте сейчас зайдем в любую папочку, да, и создадим там файлик, неважно где. Я создам с помощью команды touch. Вы можете просто открыть свой редактор какой-нибудь, там, не знаю, блокнот. Все. Пустой файлик. Обычный файлик, создавайте как угодно. Ставим туда этот код со слайда. И, во-первых, давайте сначала немножко разберемся с тем, что же здесь написано. То есть, Серёж вам уже показал базовый синтаксис. Он, в принципе, довольно стандартный для всех языков, как и, не знаю, многих других языков. Естественно, у Java есть какие-то свои особенности. Вот сейчас мы с вами посмотрим на эту программу. Итак, вкратце пробежимся по тому, что нужно для того, чтобы вместить простейшую программу на Java. Во-первых, первая важная вещь. Программы, которые у вас написаны на Java, вернее, файлы, в которых содержится код на Java, должны заканчиваться на точке Java. Это стандартное разрешение языка Java. Второе. Весь исполняемый код, который написан на Java, у нас находится на самом деле внутри класса. Вот вы здесь видите, что у нас здесь паблик класс Hello World. Вы не можете просто взять, как, например, C++, написать какую-то функцию, например, ту же самую функцию main, где-нибудь снаружи, и потом исполните. На Java так нельзя сделать. Вы должны написать какой-нибудь класс. Даже если вы не будете в этой своей программе использовать никакие там объектно-ориентированные фичи. Еще одно правило. Имя класса должно совпадать с именем файла. Файл называется helloworld.java. Класс называется helloworld. Если вы назовете его helloworld с другим кейсом, если у вас будет там написано helloworld1, вы потом этот файл не сможете скомпилировать и выполнить, соответственно, тоже не сможете. Это пока понятно, да, Витя? Да. Да, Java — это регистр зависимый язык. То есть, опять же, если ты написал слово helloworld и там В маленькая, а в названии файла большая, ничего не сработает. Java — регистр зависимый язык. Там, видите, system outprinted, system с большой буквы, out с маленькой. Это важно. Понятно, что в дальнейшем вам будет помогать среди разработки, но да, про это стоит упомянуть. Ладно, дальше. Кроме класса, что у нас здесь есть? У нас здесь есть всего лишь одна функция. Она называется public static void main. И у нее есть параметры. Ну, в принципе, как, например, во многих других языках, есть некая стандартная функция, которая обычно называется main. В Java особенность этой функции в том, что она действительно public static void всегда. Ну, давайте так вкратце пробежимся по тому, почему именно public static void. Возможно, вы уже достаточно знаете, на самом деле, из других языков, что значит, например, static. Что значит static? Да, вот говорят, это, типа, к классу относится, но не к объекту. Как это понять? Ну, ладно. Если говорить совсем простым языком, это что... Что... Чтобы выполнить простейшую... Ну, вернее, чтобы вообще какую-то программу на Java начать исполнять, нам нужно начать выполнять какой-то метод. Поэтому, что в этот момент у нас нет никаких объектов. Мы еще не создали в нашей программе никаких объектов. Поэтому вызывается некий статический метод. Статический метод — это просто метод. Это не метод какого-то объекта. Метод, который в каком-то смысле один. И он существует сразу. Да? То есть статический метод, его можно сразу просто вызвать. Это если мы не говорим никакими объектно-ориентированными терминами. Ладно. Еще вы здесь, наверное, заметили слова public. Да? Здесь public class, public static, всякое такое. Это тоже важно. То есть понятно, что это некая штука, которая говорит, что этот элемент доступен публично. У нас в C++ тоже есть паблики. В Python есть паблики? Я не помню. А есть модификаторы доступа какие-нибудь? Да. Ну, во многих языках это понятие есть. В Java оно тоже есть. Значит, какое правило насчет вот этого конкретного класса? Чтобы выполнена функция public static void main, класс должен быть public. Это значит, что этот класс должен быть виден снаружи. То есть, не знаю, некий запускатор должен иметь доступ к этому классу, чтобы его запустить. Да? То есть это просто понять довольно-таки. Класс, в котором находится public static void main функция, должен быть public. То же самое относится и к функции, естественно. Функцию, которую запускает наш некий запускатор, там Java, должна быть публична. Это понятно, да? А если класс публичный, все его методы будут? Нет. Если класс публичный, все его методы не публичны. Этот код не выполнится. Я думаю, он скомпилируется. Но когда ты будешь попытаться запустить этот класс, то он не выполнится. То есть ты убрал слово public перед классом, скомпилировал и запустил, и он выполнится. Ну, значит, выполнится. Нет, на самом деле, как сказать? Смотрите, в чем смысл слова public перед классом? Вот я вам сказал, что имя класса должно совпадать с именем файла. На самом деле, в одном файле может быть несколько классов. Они-то могут быть вложены, они-то могут определить где угодно. Там у Java есть довольно богатый синдексис на это. Они могут быть просто как список. Там есть один класс, например, Hello World, второй кламм какой-нибудь, не знаю, Hello чего-нибудь другое. Они все могут в одном файле быть. Но из них публичный должен быть только один. В этом суть слова public. Ну, на самом деле, никто обычно не заморачивается по поводу этого. Обычно люди пишут один класс на один файл. И почти всегда они public. Ну, то есть это некие тонкости, про которые пока думать особо не нужно. Ладно, дальше. Void — это возвращаемый тип. Пункция main у нас, в отличие от какой-нибудь C++, не возвращает никакой int, не возвращает никакой error-код, не возвращает минус один, если что-то не так, например. Не знаю, не помню как-то. Просто public static void main. Такая сигнатура. Ну, string args. Думаю, вы знаете, что это значит, да? Что такое string args? Что такое string args? Консольные параметры. Да, консольные параметры. То есть это как любая другая программа, написанная на любом языке. Ее можно запустить с параметрами. Они будут внутри args. args — это у нас массив стрингов, да? Вот такой синхекс для массива. Окей, да, вопрос. Количество параметров или стринга можно понять, да? Количество… В C++ там args, args, args — это как бы аналог. Да, то есть, естественно, ну, понятно же, что args — это такой, как бы, костыль немножко, да? Здесь нам приходит args — это массив, и у массива есть… Ну, это не метод, но есть свойства. Length — длина. То есть вы можете сказать args.length и узнаете, сколько там элементов в массиве. Вот. Ну и, собственно, единственная страничка кода, которая выполняется — system out printl. Значит, system out printl — стандартный способ вывода чего-то на экран. Как у нас бывает в C, как говорят, printf, потом sprintf и всякие другие извращения. здесь из стандартных system out printl. Вопрос у тебя какой-то или нет? Нет, я не у тебя там. Дальше, я поднимаю руку. На самом деле мы с вами большую часть времени не будем пользоваться system out printl. Мы с вами довольно-таки быстро, наверное, на следующей лекции уже будем использовать логгеры. Ну, потому что в промышленном коде никто не использует стандартный способ вывода. Понятно, что не хочется просто выводить что-то. Хочется это выводить, как-то форматировать, потом еще как-то это обрабатывать. Но стандартный способ вывода вот такой — system out printl. Ладно. У кого есть вопросы по поводу вот этого класса? Почему он такой? Что-то можно поставить, убрать, всякое такое. Естественно, вы его напишите и поэкспериментируйте с ним. В этом суть. Мы сейчас с вами будем пытаться его скомпилировать и выполнить. Ну да, на что я не обратил внимания, но у нас написано в презентации, это то, что каждый statement заканчивается в Java на запятую с точкой. Опускать запятую с точкой нельзя. Такие правила. Язык очень формальный. Так. Хорошо. Значит, язык Java у нас язык компилируемый. Он компилируется у нас в байт-код, а потом байт-код исполняется на JVM. Да? То есть правило у нас такое. Хорошо. Сначала нам нужно скомпилировать программу. Как это делается? С помощью программы Java Compiler. Это Java. Давайте так и сделаем. Так. Сначала покажу. Вот я нахожусь в какой-то папочке. Там есть моя программа Hello World с моим кодом. Что я делаю? Я говорю Java. Типа Java. Скомпилируй мне Hello World.Java. Он скомпилировал. Никаких ошибок нет. Мы написали программу правильно. Если мы посмотрим, что изменилось, то в моей папочке, в которой я скомпиливал свою программу, появилась вот эта вот Hello World.class. Что такое класс? Это файл, который содержит себе скомпилированный код Java. То есть байт-код. Это понятно? Какой есть вопрос? Давайте посмотрим. Просто ради примера. Что такое байт-код? У нас с вами стоит JDK. В JDK входит много разных утилит. В частности, там есть утилита, которая позволяет смотреть на байт-код. Он называется Java P. Давайте так и сделаем. Это тоже я взял со слайдов. Java P минус C. Hello. Вот если бы декомпилируй мне вот этот вот .class file. Мы не будем сильно углубляться в этот байт-код. На самом деле, мы никогда не будем работать на таком низком уровне. Чтобы вы представляли себе, что такое Java class file. У нас был какой-то исходный код. Мы его скомпилировали. Мы не сделали это, как во многих других языках, сразу там, не знаю, высполняемый код, да? Мы его перевели в некое промежуточное исполнение. Ну, его довольно трудно читать. Нечто похожее на ассемблер. И вот этот код будет исполняться виртуальной машиной Java. Если хотите посмотреть детали, декомпилируйте разные программы, попишите там, поизменяйте, посмотрите, что означают эти инструкции. В курсе мы так глубоко взрываться не будем. На самом деле. Вот. Сейчас будет небольшая оговорка. То есть, если мы с вами написали какую-то программу на Java, это будет сначала набор каких-то Java файлов, да? На самом деле понятно, что не только Java файлов. Может быть, там, может быть, какие-нибудь у вас есть текстовые файлы с какими-нибудь ресурсами, какие-нибудь properties, какие-нибудь настройки там на XMA, много разных файлов. Если вы будете компилировать, как мы сейчас с вами компилировали, то вы в итоге получите список точка класс файлов. Если у вас программа большая, там, не знаю, 10 тысяч Java файлов, у вас, соответственно, и точка класс файлов будет много, да? То есть, теперь представим как-то, например, в мире других языков. Ну, там, например, C, да? Как там обычно все происходит? Ну, что-то скомпилировали, у вас получился экзешник или там DLL. Один файл. Понятно, что распространять множество точка класс файлов, там, десятки тысяч перемешанных и там разложенных по территориям, неудобно. Поэтому, естественно, в Java есть, вернее, в GDK есть инструменты, которые позволяют нам распространять в более удобном способе. Таких способов, на самом деле, несколько. Но стандартная утилита — это утилита, которая позволяет создать вам из россыпи точка класс файлов некий архив. Причем этот архив будет исполняемым. У него формат .jar. Здесь, на самом деле, если вы будете видеть какие-то Java-программы, будете скачивать из интернета, ну, и вообще, там, не знаю, у вас просто будут какие-то программы, которые вы хотите запустить, вы обычно не будете запускать, как мы сейчас, там, россыпь, там, не знаю, точка класс файлов. Вы будете выполнять .jar файлы. Вот. Это просто такое некоторое отступление. Мы с вами еще создавать эти .jar файлы в будущем будем. Сейчас руками это делать, наверное, не будем. Что вы просто представляете? Что есть разные способы распространения. Мы с вами посмотрели только базовый, точка класс. Ну, ладно, мы с вами скомпилировали программу, давайте еще и запустим ее. Да? Запускать с помощью Java. С помощью утилита Java. Что надо выбрать? Там у нас есть .java и .class. Что будем выполнять? Да, естественно, мы выполняем .class. Там находится байт-код. Да, потому что не нужно указывать .class на самом деле. Вот так вот. Java Hello World. По поводу этой простой программы, я думаю, все понятно, да? Есть какие-то вопросы? Если есть, то спрашивайте. Так. Давайте теперь поговорим про Git. Серёж, ты хочешь сказать про Git? Нет, это звездочка. Какие звездочки? Про звездочки проекта. Это важно. Ладно, давайте теперь немножко про то, как мы с вами будем работать. Во-первых, мы с вами будем работать с помощью Git. Да, я вам сказал, поставьте Git, поставьте обязательно. И у нас есть репозиторий курса. Сейчас закину на него ссылку вам всем. Ты, Серёж, не кидал еще ссылку на репозиторий? Я могу сам именно перечитать. Ладно. Я хотел просто показать, что на самом деле это GitHub репозиторий. Мы с вами будем работать через GitHub, да? Для того, чтобы пользоваться GitHub, нужно использовать Git. Не обязательно, на самом деле, да? Там есть другие способы. Мы будем использовать Git. Git — очень полезная утилита. Все пользуются Git, поэтому давайте немножко научимся ей пользоваться. Кто уже пользовался Git? Хорошо. А кто пользуется SVN? А чем все остальные пользуются? Ничего не пользуются, да? Ну, первое, что такое Git? Кто может сказать, что такое Git вообще? Так, очень будет короткая лекция про Git, чтобы… Если кто-то не знает. Что такое? Система контроля есть. Да, зачем она нужна? Можно было контролировать, как вы функционирует проект, в принципе, и не работать с командой? Ну да, это правда. То есть, естественно, и когда вы пишете какую-то очень маленькую программу, вы можете себя локально на компьютере сохранить, скомпилировать, потом отдать другу, точка класса файл, он там ее исполнит. Это все удобно, когда у вас один или два человека, но уже, не знаю, лет 15-20, никто так не делает. Все пользуются некоторыми системами, которые позволяют вам как-то структурировать эту работу. Git — это такая система. Дальше мы, на самом деле, здесь скорее референс, ну, как бы референс тех основных команд ГИТа, которые мы с вами будем использовать. Просто обычно у людей бывает много боли с тем, чтобы въехать в Git. Мы так собрали основные команды. На самом деле, первое, что вам нужно научиться делать, это склонировать репозиторий. Вот кто еще не склонирован репозиторий, хотя бы начните это делать. Тут очень медленный интернет, но с эту команду как минимум выполните, да? У нас есть публичный репозиторий, чтобы его к себе как бы скопировать, да, и начать в нем работать, вам нужно его склонировать. Но сейчас мы с вами немножко поговорим про GitHub Pipeline наш с вами. Сережа скинул ссылку на GitHub репозиторий, правильно? Я вам сейчас покажу, что вы должны сделать, чтобы начать работать. Вот я перешел по этой ссылке. Это репозиторий нашего курса. Можете посмотреть, здесь есть, на самом деле, здесь уже выложены все лекции, на будущее вы можете их посмотреть. Здесь есть все примеры. Все, что мы будем делать в курсе, находится здесь. Сюда же вы будете отправлять свои изменения. Вы сделали домашнее задание, вы должны будет сделать pull request. Что такое pull request, мы с вами еще поговорим. Но первое, что вы должны сделать, это нажать кнопочку fork. Fork. Что такое fork? Ну-ка, кто объяснит, что такое fork? У нас есть репозитория, есть в fork репозиториях. А? Ну да. Не, на самом деле, в GitHub можно было бы работать не обязательно через форки. Git позволяет разные способы работать с репозиторием. Мы с вами будем работать через обычный GitHub Pipeline. Это что значит? Что вы возьмете вот этот вот репозиторий к себе, форкните. Да? И потом будете в нем работать, и потом с помощью, ну там, не знаю, интерфейса GitHub'а будете нам стать изменения. Поэтому обязательно нажмите все кнопочки fork. Вот. Обязательно все сфоркайте репозиторий. Второе, что нужно сделать, тоже очень важно, даже важнее. Тут рядом есть кнопочка star, видите, да? Поставьте там звездочку. Вот. После того, как вы форкните, давайте я прямо покажу это. Да. Естественно, вам нужно там зарегистрироваться, потом залогиниться. Все зарегистрируйтесь на GitHub'е, это важно. Вы все будете пользоваться им будущим. Я сделал fork. Нет, еще не сделал, сейчас сделаю fork. Так, fork. Ну, у меня уже есть fork, на самом деле. Если бы его не было, вам бы сказали forkнуть, а вы бы сказали да. И у вас в вашем списке репозиториев появился бы репозиторий. Вот меня зовут Александр Помосов Игоревич, поэтому меня заталпят, да? Соответственно, это мой fork вот этого репозитория. Будем работать, я буду работать с ним. У вас будет там свой, не знаю, там, Петя.атом. Что вы склонируете его? Что мы делаем? Нажмем эту кнопочку «Clone», «Download», копируйте вот это, и пишите «Git», «Git», «Clone» и вот это вот. Ваше первое же домашнее задание. Уже включит в себя работу с GitHub'ом. Поэтому разберитесь, пожалуйста, с этим. Это очень просто. Мы очень быстро уйдем на таких простых тем. Но вначале я хочу, чтобы мы, короче, все это разжевали. Чтобы у вас проблем не осталось. Так, смотрите. Я сейчас это сделаю, на самом деле. Вот он. Очень какое-то время скачается, но он еще будет не совсем готов к тому, чтобы мы его использовали по нашему pipeline. Вам нужно будет выполнить вот эти следующие команды. Я вам сейчас их объясню. Суть их, пока выкачивается, я так на словах объясню, потом покажу на деле. Потому что, когда вы выкачиваете свой репозиторий, вы потом сможете работать как бы from scratch. То есть сразу вы сможете работать только с ним. Мы хотим, чтобы вы делали какие-то изменения в вашем репозитории, потом делали pull request, то есть показывали нам свои изменения каким-то образом в наш репозиторий. Мы будем смотреть на ваш репозиторий, на наш репозиторий. Мы не будем лазить в вашу. Соответственно, мы хотим, чтобы мы в настройке своего локального, вот этой локальной копии, внесли ссылку на наш репозиторий. Это делается вот так. Ох, выкачиваться будет очень долго. Если вы его выкачаете, то выполните эти команды. Я сейчас на словах это объясню. Ну, просто у гита есть такое понятие, как у локального репозитория гита, то, что вы выклонировать, да? Есть такое понятие, как remote. Remote. Есть нечто, что называется origin. То есть, смотрите, у нас есть локальная копия репозитория, да? У нас есть ваш репозиторий на GitHub, который является форком нашего. Это понятно, да? Когда вы выкачали репозиторий, у вас, если вы напишите git remote-v, вы посмотрите все ремоуты, то есть все удаленные репозитории, с которыми вы можете работать, да? Из своей локальной копии. И по умолчанию там будет только один. Он называется origin. origin — это ваш репозиторий, ваш. Это не наш форк. Ладно, буду дальше поговорить на словах. Мы хотим добавить еще и наш репозиторий. Для чего? Для того, чтобы подкачивать свои изменения, вернее, наши изменения в репозитории, и для того, чтобы нам предлагать свои... Ну, на самом деле, нет. Для того, чтобы подкачивать изменения от нас. Вы просто должны будете выполнить вот эту команду. Git remote — это upstream.http.git. Добавить ссылку на наш репозиторий в свой локальный. Потом вы должны просто проверить, что нечто под названием upstream добавилось в этот список. Это понятно? Идея понятна? Кому непонятно, что сейчас произошло? Настройка репозиторий — это важно. Давайте зададим такой... А? Вопрос. Соответственно, вы говорите, что мы меняем для того, чтобы мы принимали ваши изменения, которые вы делаете у вас на репозитории. Да. А если, предположим, вы изменили какой-то файл, который, в свою очередь, я тоже уже изменил, и он без моего ведома заменится, или у меня, соответственно, придет уведомление, или что-то там будет? Ну да, смотри. Git — это система контроля версии. Это что значит? Что она как раз во многом сделана для того, чтобы такие ситуации разрешать. То есть понятно, что несколько людей работают над одними и теми же файлами, они делают противовечащие другу изменения. Соответственно, ты просто выполняешь правильные команды, на следующих слайдах они будут, ты просто будешь управлять этим процессом. Типа, я хочу свой файликс. Не совсем так, но ты будешь говорить, например. Я хочу подтянуть эти изменения, но у меня же свои есть. Я хочу свои поставить как бы выше их. И ты выполнишь специальную команду такую. Мы будем делать всегда вот именно вот так вот. Подтягиваем чужие изменения, а свои накладываем сверху. Понятно, что могут возникнуть какие-то конфликты, да? Ну там вы изменили один тот же файлик, один изменил одно, другой изменил другое. Ну и в итоге у вас как бы есть три версии, да? Версия из нашего репозитория, версия твоих локальных изменений и там какой-то у них предок. Ну и тебе можно будет выбрать, что ты хочешь оставить в итоге. Мы с вами… Я уверен, что кто-то из вас на этом прогорит. Вы обращайтесь к нам. Это всегда очень больно бывает для людей, но это нужно научиться, ребят. Блин. Ладно. Мы с вами не будем использовать какие-то суперкрутые возможности гита, но концепцию веток понимать нужно. Например, тут, конечно, очень мало людей работало с СВНом, но просто… Очень просто объяснять различия между СВНом и гитом, например, веток, концепции веток. Кто понимает, что такое концепция веток в гите? Ну я так вкратце просто объясню, чтобы вы совсем уж не страдали, когда мы с вами будем об этом говорить. Вы, наверное, понимаете, что вот это коммиты, да? Что такое коммиты? Кто не понимает, что это коммиты? Это ваши… Не понимаешь? Хорошо. Смотри, у нас есть какая-то… У нас есть репозиторий, да? Мы туда вносим свои изменения. Много людей одновременно вносит свои изменения. Система контроля версии, они практически все работают с некоторым атомарным количеством изменений. Ну то есть ты там, не знаю, поизменял несколько файликов по поводу какой-то фичи, да? И потом говоришь, все, вот это готово изменение. Это коммит. Ну просто так в технический термин. Соответственно, ты сделал одно изменение, первый коммит, второй изменение, второй коммит, третий коммит. И потом ты им поможешь послать репозиторию. Типа, вот они готовы все. Другие люди могут их увидеть. Окей. Ну понятно, что разные люди работают над этими вещами параллельно, у них могут быть разные задачи, поэтому в GT есть такая штука, как ветки. Это очень удобная концепция. Если вы не разберетесь, если вы в ней не разобрались, то вы в ней только запутаетесь сначала. Ну, соответственно, понятно, что есть какая-то основная ветка, да? То есть, не знаю, она обычно называется мастер, не знаю, в S&W не называется трамк, еще в H&G, еще как она называется. Но всегда есть какая-то основная ветка, например, та, из которой мы в итоге собираем какую-то готовую версию приложения. И на самом деле, как бы, та, в которую мы все свои фичи должны будем потом положить. Да, вот мы их разработали, а потом хотим, да, все это положить. Ну и обычно люди просто создают в какой-то момент свою ветку, то есть свою, как бы, свою версию этого репозитория начинают накидывать туда свои изменения. Это называется ветка, в принципе. И потом, когда вы сделали в своей ветке, то есть вы в этот момент решили, что я хочу там добавить какую-то новую фичу, да, например, у нас мы разобрали какой-нибудь чат, вы хотите разработать какую-нибудь фичу, типа, ну, не знаю, у нас теперь будут цветные сообщения в нашем чате. И вот ты отвечаешь за это. И вот, ты начинаешь, там, я там сделал цветные сообщения, в таком-то случае, я пофиксил такую-то багу, и, короче, вот тут что-то натестировал, еще что-то пофиксил. И все, тут у тебя вылез в какой-то список, ну, там, список изменений. В это время другие люди продолжают разрабатывать, добываясь какие-то изменения. Ну, и в какой-то момент твоя фича готова. Это значит, что ты свою ветку будешь готов как бы вмержить в основную. Это понятно, да, есть? Концепция понятна. Это, в принципе, вся основная идея веток. Вот и все. Просто нужно научиться пользоваться ветками в ГИТе. Мы с вами уже начнем, наверное, сегодня, у кого выкачался репозиторий, у кого выкачался репозиторий, вот сейчас. Хорошо, мы уже сегодня с вами, наверное, начнем работать с ветками немножко. Просто для примера. Так, здесь некоторое объяснение того, как мы с вами работаем с ремоут-репозиторием, который я уже рассказал. Ладно, давайте сейчас немножечко таки поработаем с ветками, да? У меня, наконец-то, выкачался репозиторий. Давайте я привернусь в эту штуку, которая вам на словах показывала. Это довольно-таки быстро. Вот смотрите. Я захожу в папу со своим репозиторием, да? То есть я там выкачал, захожу внутрь. Говорю, git remote минус way. Вижу, у меня там есть только origin, там нет никакого апстрима. Это мой репозиторий. Я из него могу забирать изменения и туда могу послать изменения. Вот что это значит. Ладно. И теперь я добавляю туда мой репозиторий. Ну, наш, наш курсовый, курсовой репозиторий, главный. Все добавилось, все нормально выполнилось. Теперь смотрю опять вот список ремоутов через git remote минус way, то добавился апстрим. Все. Это единственная настройка с репозиторием, которую мы с вами делали. Теперь перейдем к работе с ветками. Смотрите, мы с вами настроили то, что мы теперь как бы видим изменения из нашего общего репозитория. Git, по-моему, вообще о них ничего не знает на самом деле. Вам нужно выполнить специальную команду, чтобы подтянуть эти изменения, чтобы ваша локальная копия о них вообще узнала. Для этого есть команда git fetch. Так как мы хотим узнать изменения в нашем глобальном репозитории, который нам известен как апстрим, то мы выполняем команду git fetch upstream. На самом деле в гитте очень много команд, в них нужно хорошо разбираться, но общие черты, основные команды, я вам сейчас покажу, да? Git fetch upstream. Кому, кстати, вопрос поводит команда? Что она делает? Кто не понимает? Да, спрашивай. Нет, svnst статус, правильно? Да, смотри. Во-первых, статус — это очень полезная команда. Давайте сразу ее покажу. Естественно, все команды гита начинают со слова git. После этого вы говорите какую-то команду, да? Статус — самая базовая команда, она есть почти во всей системе контроля версий. Вы говорите git status, и вам показывается информация о вашей локальной копии. Ну, давайте почитаем, да, для начала просто. Что здесь написано? Что мы сейчас находимся на бранче master. То есть это самая основная бранча. Мы никаких бранчей не создавали, там есть какая-то одна дефолтная бранча. И вот она, мы сейчас на ней находимся. Мы можем переключиться на другую потом, но по умолчанию мы, естественно, на ней. Что тут написано? Что наша бранча как бы совпадает с origin master. Да? Как это понять? Кто понимает, как это понять? Ну да, origin — это, как известно, наш с вами fork, правильно? Это наш с вами fork. И здесь написано, что вот в этом удаленной репозитории нашего форка тоже есть мастер, естественно. И мы с ним совпадаем. Ладно, когда может быть ситуация, когда мы с ним не совпадаем? Кто понимает? Да. Мы чуть-чуть добавили, например. Ну да, тут скорее даже не мы, да, какой-нибудь другой человек. Вот мы, у нас есть своя локальная копия, мы мне что-то делаем. И здесь какой-то другой человек, который тоже работает с этим репозиторием. Он тоже какие-то изменения туда вносит. И он их уже послал на удаленный репозиторий. В origin master они уже попали. Соответственно, он оказался впереди нас в каком-то смысле, да? Ну и здесь это было бы написано. У нас сейчас никаких изменений нет. Там на удаленном, на форке нет никаких изменений, поэтому мы с ним совпадаем. Это логично. Ну вот. Естественно, система контроля версии позволяет что-то там, если есть какие-то команды для того, чтобы добавлять свои изменения, коммитить и поставить их в удаленный репозиторий, мы этого ничего не сделали. Нам говорят, нас не ту коммит. Нет никаких изменений. Ладно. То есть это аналог команды свем статус, да? То есть здесь git статус. Git fetch upstream подтягивает нам знания о том, какие изменения произошли на нашем репозитории. На нашем, я имею в виду, репозиторий курса. Будем называть репозиторий курса. Там много чего произошло, оказывается. Но на самом деле мы просто узнаем, что там есть такие вот ветки. Мы просто над этим репозиторием уже работаем давно. Когда мы с вами выкачали локальную копию, мы знаем только про мастер. Теперь мы узнаем, что там есть куча разных веток. Ладно. Команда, которую мы с вами будем делать на каждой лекции. Сегодня давайте сделаем ее тоже. Работаю выглядит так примерно. Git checkout минус B, lecture 0.1, upstream, lecture 0.1. Сейчас я ее вам объясню. Что значит git checkout? Скорее всего, что-то вроде статуса, только направленное… Нет, статус — это особая команда. Она нам рассказывает о том, что у нас в репозитории происходит. Она очень такая простая. Она не выносит никаких изменений. Кто еще объяснит, что такое git checkout? Кто может это объяснить? Ну да, это в каком-то смысле переключиться на ветку. Но просто git — это такая немножко более умная штука. Это переключиться на что угодно, на самом деле. Git checkout — это команда, которая говорит переключиться на какое-то состояние репозитория. Вот у нас там был слайд, сейчас вам его покажу еще раз, чтобы немножко на примере это делать. Вот это все, разные коммиты. На самом деле, как бы каждый из них — это какое-то состояние репозитория. Тут у нас вообще, например, ничего не было. Тут мы добавили тот самый чат. Вот тут мы, короче, цветные там какие-то картинки туда добавили. Тут еще какие-то фичи. Мы можем на любой из них попереключаться. Да? Еще мы можем переключаться на ветки. Это как бы более так... Более... Это команда, которая имеет больше смысла в каком-то смысле. То есть, например, я какой-то там человек, который разрабатывает одну фичу в чате. Ну, не знаю, аутентификацию в чате. Вот я вот тут что-то там себе сделал, а потом мне говорят... Там мой напарник говорит. Помоги мне, пожалуйста, с этими цветными картинками в чате. Я должен переключиться на его версию и помочь ему, правильно? Поэтому я что говорю? Вот я, находясь здесь, говорю, git checkout, вот это big feature. То есть, я как бы переключился вот с этой ветки на эту ветку. Понятно, да? То есть, команда git checkout означает переключиться с одного состояния репозитория в другое состояние репозитория. Ну, мы будем говорить про ветки. С одной ветки на другую ветку. То есть... Еще посмотрим на эту команду. Git checkout, минус b, lecture upstream, lecture 0.1. Все вот это вот. Мы сейчас с вами находимся на ветке master, да? Git status нам в этом сказал. Теперь мы говорим, git, пожалуйста, переключись на ветку. Так, на самом деле сейчас... Смотрите, есть еще какая-то команда git branches? Git branch, да. Git branch. Она просто выводит список наших веток. У нас только одна ветка. Мы не создавали никаких других. Мы знаем, что есть ветки на нашем удаленном репозитории, на нашем репозитории курса. У нас локальных веток нет. То есть, нам сейчас на самом деле не нужно переключаться. Команда git checkout минус b, lecture 0.1, upstream, lecture 0.1 говорит, пожалуйста, git, переключись на такую же ветку, как upstream lecture 0.1, но в таком же состоянии. И вот эту ветку, на которой мы переключимся у нас, назови lecture 0.1. То есть, это как будет? Типа, git, создай нам, пожалуйста, локальную ветку под названием lecture 0.1 и переведи ее в состояние такое же, как наш репозиторий курса. Понятно, да? Вот. Если у вас выключился репозиторий, давайте эту команду выполним. Я ее выполнил, и она выполнена успешно на самом деле. Если бы была не успешной, вы бы там увидели много разного текста. Сейчас я выполню команду git branch, чтобы посмотреть. Смотрите, мы теперь находимся на другой ветке, которая называется lecture 0.1. Она отличается от мастера, скорее всего. Так, кто понял про переключение веток? Хорошо. Теперь вам объясню, как мы с вами будем это использовать, и как на самом деле почти все люди это делают. Например, у вас есть какое-то домашнее задание, или вообще у вас есть какая-то любая задача. Есть репозиторий курса, да, например, или есть любой репозиторий. Будем говорить про репозиторий курса. У вас есть сегодня домашнее задание, там, написать некую небольшую программку и посмотреть, чтобы тесты выполнились. Что вы будете делать? Вы пойдете в этот репозиторий. Тут напишите какой-нибудь код, создаете Java файлов, там, не знаю, неважно что. Ну, например, я вот создам файлик helloworld.java. Ну, он здесь появился, вот он, helloworld.java. Предположим, там какой-нибудь рабочий код, и я хочу его теперь как бы сдать, да, сдать как домашнее задание. Мы это будем делать через pull-request, и делать будем это так. Смотрите, вы говорите, есть статус. Состояние репозитория нам говорит, что у нас появился какой-то измененный файлик, да. И там наш код, и мы хотим показать его нам, преподавателям, да. Что мы для этого делаем? Мы должны его послать в наш репозиторий сначала, в наш. Форк, 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 ваш форк. Понятно, да? Для этого вы должны сделать следующую команду. Сейчас я их сделаю, а потом объясню. Git add helloworld. Если вы после этого сделаете статус, вы увидите, что файлик стал зеленым. Это на самом деле означает, что гид теперь знает о вашем файлике. Это был просто какой-то файлик. Теперь вы сообщили о том, что он есть киту, да. Потом выполните команду git commit. Что это git commit? Ну, то есть создать вот ту самую единицу изменений. Типа, вот я сделал домашнее задание, я сделал какие-то изменения. Вот эти вот изменения я хочу показать другим людям. Ну, например, нам, преподавателям, да. My homework, говорите вы. Все значит, типа, git, создай мне commit, и вот такой вот у него месседж сделайте. Да, такое вот сообщение. Типа, вот я сделал свою домашнюю работу, homework. Ну, git нам говорит, да, все получилось. Вот создался такой-то commit с таким-то ID. Как вы можете посмотреть, что он действительно создался? Можете написать команду git log. Git log. Команда git log покажет список ваших последних изменений. На самом деле, это не самая удобная команда. Есть довольно много утилит, которые позволят вам работать с gitом не из командной строки, и у них будет хороший интерфейс. Я, например, пользуюсь такой, которая называется tig. Она тоже, ну, с ней тоже работает с командной строки, но она хотя бы чуть более понятна. Ну, давайте, раз у вас нет ее пока. Давайте будем смотреть на git log. Что я вам хотел показать, это то, что у вас появился вот этот вот ваш верхний commit. Он вот этот, он верхний. Что здесь написано? Что вот у нас есть commit, у нее есть какое-то там имя абсолютно случайное, и что он находится в ветке лекция 0.1, и что наш текущий состояние репозитория, хэт, указывает на него. Ну, примерно в этом суть. И там есть сообщение, тогда-то он был создан и все такое. Так вы просто проверили, что ваш commit создался. Ой. Все. Но что мы сейчас с вами не сделали? Мы с вами создали commit. Что мы сейчас должны сделать? Логично. Ну да, не запушили мы его. То есть мы хотим из локальной копии его послать на удаленный репозиторий, да? Это делается в команде git push. Все просто. Тут написано, что он послался на самом деле. Как посмотреть, что он послался? У вас есть форк-репозиторий на гитхабе, да? Я в него захожу. Это мой форк. Я могу посмотреть коммиты. Я захожу в коммиты. Здесь вижу какие-то коммиты. Здесь моего нету. Почему, как вы думаете? Вот я сейчас сделал... Не на этой ветке? Да, все правильно. Потому что у нас с вами есть разные ветки. Мы с вами можем выбрать ветку. Наша называлась как? Лекция 0.1. Я ее выбрал. Нет, не то. Как она называлась? Давайте посмотрим сейчас. Сейчас. А, потому что я ее запушил в AppStream. Ага. Смотрите. Тут, да, на самом деле важное различие. Еще раз смотрите. У вас есть локальная копия вашего репозитория, да? Есть ваш форк, который известен под названием Origin. И есть наш репозиторий курса, который известен под названием AppStream. Когда вы говорите GitPush, вы как бы что подразумеваете? Вы хотите куда послать свои изменения? Вы, в принципе, можете и туда, и туда это делать. Вы можете делать и туда, и туда, но у вас в нашей репозитории, конечно, не будет доступа. Он скажет, что у вас нет доступа и вообще. Поэтому, когда вы говорите GitPush, вы можете, естественно, сказать, куда именно вы хотите послать. Собственно, у вас в слайдах презентации это есть. Сейчас покажу вам. Так. Ну да. Хотим послать в Origin. Вот смотри. То есть не просто GitPush. Вот сюда я показываю. Хотим послать свои изменения в Origin. Я послал в AppStream. Я был невнимателен. И поэтому я могу увидеть свои изменения в AppStream. Посмотреть их можно на GitHub. Вот я иду в наш репозиторий курса, да, потому что это AppStream. Я смотрю коммиты. Я выбираю лекцию 0.1. И вижу вот этот коммит. My homework. Это понятно, да? Ну, это еще не все. Так. Так. Сейчас я сделаю еще раз все то же самое, только правильно? Быстренько. Кто понимает, что мы еще не сделали? Не послали изменения с локального на удаленную репозиторию? Нет. Мы их послали. Ну, я послал не в тот репозиторий, но суть не в этом, да? Но мы теперь хотим еще сделать... Ну, в GitHub есть такая штука, как называется, pull requests. То есть мы с вами изменения поставили в свой репозиторий, в ваш форк. Теперь мы хотим сказать, что вот мы вот сделали какие-то изменения, хотим их как бы предложить в свое репозитория нам. Так на самом деле работает разработка многих крупных проектов на GitHub. Это стандартный способ работы на GitHub, поэтому овладейте им, пожалуйста. Мы с вами будем так и не работать постоянно, так что вы точно им овладеете, если будете ходить. Ладно, смотрите, еще раз так быстренько пробегусь, да? Типа, my homework. Что я сейчас сделаю? Я сейчас создаю некую ветку, в нее что-то там, камичу, пушу. Что я сейчас делаю? Это команда, что я сейчас делаю? Кто может объяснить? Создайте еще одну ветку, копируя из upstream ветку лекция. Да, все верно. То есть гид, создание, пожалуйста, ветку, вот это check-out минус b, это значит. Которая будет такая же, как upstream lecture 01. И назови ее, пожалуйста, my homework, как бы, да? Ладно, мы сейчас это проверим. Смотрите. Мы переключились на ветку my homework. Пишем гид, бранч. Мы на ветке my homework. Теперь мы делаем наши домашние задания, как бы, да? Ну, там я создаю, не знаю, hello world, там уже есть, я назову его hello world homework, да? Типа homework, не, давайте назовем его homework просто, точка java. Homework.java. Пишу там какой-то код, неважно. Смотрим, гид, статус. Появился этот файлик, да? Теперь мы что делаем? Кто помнит? Да, мы говорим, гид, вот у нас есть такой файлик, посмотри на него. Смотрим дальше, гид, статус. Вот, гид его увидел, он стал зеленым, да? Теперь мы говорим гид. Мы хотим вот эти все наши изменения собрать в commit. Мы говорим, гид, commit с таким-то сообщением. My homework.1. Они сделаны, смотрим, гид, лог. Вот наши последние изменения, там написано, что это ветка my homework. My homework.1, да? Все видно. Хорошо, теперь мы пушим, пушим и делаем это правильно. Да, и пушим это в ветку лекция 01 оригина. Сейчас у нас что-то произошло. Смотрите, мы с вами начали из ветки, которая совпадает с веткой лекция 01 нашего репозитория. И она разошлась с веткой, которая находится в вашем форке, да? Почему? Потому что мы туда запушили какие-то изменения. Давайте сразу научимся с этой ситуацией бороться. Кто знает, как это делать? Во-первых, да. Смотрите, гид, фич. Что? Апстрим, да, видите? Кто понимает, что происходит? Это вроде-то внешне новое. Мы же загрузим его на локальный, да, получается. Ну, во-первых, мы хотим, ну, как бы мы всегда хотим узнавать, перед тем, как… Ну, мы хотим узнать об изменениях нашего репозитория курса. Дальше. Есть такая команда git pull. Что она делает, как вы думаете? Да, она скачивает изменения. Что конкретно вот эта команда сделает? Кто может объяснить? То есть git, пожалуйста, скачай изменения, да, как бы. Из абстрима лекции 0.1 минус-минус ребей, что означает? Кто знает? Значит, что если у нас есть какие-то свои изменения, то мы их положим поверх тех изменений, которые есть там. Да? Кто не понял этот момент? А что значит поверх? Ну, вот, смотри. Сейчас объясню. Не знаю, как это показать лучше, на руках или на картинке. Давайте у нас будет и картинка, но показывать я буду на руках. Смотри. У нас есть какие-то изменения, которые вы делаете. Да? Которые ты делаешь. Изменения, которые ты делаешь. Это твоя ветка. Не важно, что это за мастер. Это мастер абстрима или ориджина. Просто вот у нас есть какая-то своя ветка. И та ветка, в которую мы хотим свои изменения запушить, да? То есть в нашем случае мы имеем в виду, что у нас есть та же самая ветка, big feature, да? Например, если она была homework, легче 0.1, да? Только абстрима. Вот она была такая ветка. Теперь мы хотим туда поставить свои изменения, да? Или ориджина, неважно. В любую ветку мы можем поставить свои изменения. Понятно, да? Или непонятно? Кому непонятно? Смотрите. Но очевидно, что наши ветки различаются, да? Тут были какие-то изменения. Тут есть какие-то изменения. Они могут конфликтовать, всякое такое. Что значит конфликтовать? Одни и те же файлы могут быть изменены, да? Как мы с этой ситуацией можем справиться? Есть несколько способов на самом деле. Как вы думаете, какие есть способы? Предпочесть одни и другие. Да, предпочесть одни и другие, но вот на уровне коммитов. Что можно с ними сделать? Мы хотим вот эти свои изменения послать сюда, да? Отсюда сюда. Из нашей ветки в какую-то там другую ветку. На самом деле есть несколько способов. Если говорить глобально, то есть в GT стандартных два способа. Первый — это взять и сюда добавить коммит, который будет объединять себе вот эти вот все, да? При этом понятно, что если там есть какие-то различия, то мы должны их будем в этом коммите еще и разрешить, да? Понятно. Ну, например, мы об изменении файли Hello World. Один добавил одну сурочку, другую, другую. В этом коммите будут все наши изменения, все мои изменения, но вот этот файлик Hello World еще будет... Там будет выбор. Или то, или то, да? Понятно. Мы там что-то выберем. Этот способ у нас называется мерш. Мерш. Здесь появится какой-то отдельный коммит, и мы дальше продолжим разработку здесь. В нем будут все изменения. Этот способ мы с вами использовать не будем. Есть другой способ. Вы можете взять вот эти все изменения и переместить сюда просто вот так вот все. Поставить их сюда. В каком-то смысле это будет означать обновить свою ветку. Вернее, поставить ее поверх вот этой ветки. Понятно, да? Все вот эти три изменения поставим сюда. Кто не понял, о чем сейчас говорю? Что произойдется между первым и вторым способом? Что-то файл, который поменяли, кто-то другой, и то, что мы поменяем. Не понял, что я повторю. Ну, в предыдущем случае у нас в какой-то файл кто-то написал одну строчку, и мы в своей ветке написали еще третью строчку. Поэтому проблема. Ну, здесь тоже самая проблема, естественно. Нет, это просто то, как в итоге изменения будут сделаны. Как мы свои изменения сюда добавим? Мы можем сюда добавить один commit и в нем разрешить все изменения, а можем каждый из них в очереди поставить сюда вот так вот. Да, это будет git rebase. В общем, это два разных способа. Они отличаются в том, какие команды вы в гите будете исполнять на самом деле. Ну, и если вы подумаете, как эти процедуры происходят, они немножко разные. То есть мы с вами, вы можете сейчас забыть про мерш, мы с вами будем пользоваться способом rebase. Это второй способ. Так. Давайте, наверное, сейчас сделаем небольшой перерыв, потом мы с вами сделаем этот rebase и продолжим. Вот так вот. Так, давайте погнали дальше. Надеюсь, сейчас мы финальные вещи какие-то обговорим, которых нам не хватает для того, чтобы сделать домашку. После этого, соответственно, все вопросы, которые у вас есть, можете нас ими хоть завалить. Да, еще раз важно, что после лекции у вас, по идее, все уже должно работать или, по крайней мере, вы дома это все без проблем засетапите. А теперь, ну, такой стейтмент для тех, кто не очень любит мучиться или тех, кто не очень понимает Vim. Вы можете всегда себе настроить дефолтный эдитор, которым вы будете разрешать конфликты или писать сообщения какие-то или делать что-то еще в вашем гите. Вот делается это такой командой конфига, после этого у вас не будет уже Vim. Вот. Погнали дальше. Вот у нас есть еще система сборки. Это Gradle. Сейчас я примерно покажу, как она работает и что мы с ней будем делать. Посмотрим примерный workflow. Во-первых, на Gradle вы можете посмотреть на его официальном сайте. Gradle очень стремительно развивается в последние годы особенно. Кто вообще слышал о том, что такое Maven? Maven, хорошо. А кто понимает? Вот может мне кто-то сказать, зачем нужны такие менеджеры пакетов? Менеджеры пакетов. Нет? Да? Все зависимости нормальные. Да, то есть какой у нас есть способ? Самый простой взять. Я вот Саше говорю, Саше, мне нужна библиотечка для работы с какими-то урлами. Условно. Саша пилит библиотечку, берет джарник, мне посылает почту, я себе в проект добавляю. Это звучит, конечно, как в каменном веке, поэтому так никто не делает. Есть централизованные репозитории или репозитории компаний, Nexus, Bintray, Artefactory, если вам что-то говорят эти слова. Там хранятся бинарники, какие-то архивы с уже готовыми приложениями, с джарниками, что угодно. В общем, это не так важно. Там хранится что-то, что вам поможет дальше разрабатывать код. Просто его подтащить себе с помощью какой-то системы контроля и просто добавить в проект. Сейчас мы примерно разберем, как это происходит. Команды какие нужны, чтобы вообще посмотреть на Gradle? Во-первых, вам нужно зайти в выключенный репозиторий. Если у вас Mac или Windows, в зависимости от этого, выполнить соответствующую команду. Сейчас я пойду в репозиторий Atoma. Atoma и сделаю ему Gradle build. Сейчас, секунду. Вот, смотрите, я что-то выполняю. Gradle clean build. То есть, что мы хотим? Мы хотим избавиться от всего того, что было, и заново сбилдить проект. Gradle нам тут что-то пишет, что-то выполняет. Executing. Тут есть какие-то таски. У нас есть большой проект. Сейчас я вам покажу, из чего он состоит. Вот, смотрите, 35% чего-то, чего мы не понимаем, что происходит. Какие-то директивы выводятся. Вы можете, на самом деле, пока это все себе делаете, посмотреть. Вот, тут, например, лекция 5 тест. Запускаются какие-то тесты лекции 5. Скорее всего, они проходятся, если мы не валимся тут нигде. То есть, что такое Gradle build? Это набор каких-то тасков, которые будут выполнены. Вот, все, больше ничего. Каждый конкретный таск может быть собран из-под множества других. То есть, например, выполнить все тесты таск, это значит выполнить этот тест, этот тест, еще какие-то там маленькие. То есть, вот, смотрите, уже 76% что-то. Время идет, все собирается. Где-то за 100 с небольшим секунд у нас все соберется. Boot repackage сейчас задача идет из 9 лекции. Всего лекций тут 12, по-моему. Что-то происходит. Давайте пока подождем, наверное. Так вот, выполняет Gradle все эти задачи, выводит нам какой-то результат в командную строку, и при этом, возможно, еще что-то генерирует. А что можно генерировать, вот, например? Что можно сделать таким способом? Те, кто знает Maven особенным, расскажите мне. Что можно сгенерировать вот таким образом? Ну, хорошо, давайте я вам расскажу. Можно сгенерировать уже какой-то выполняемый файл или jar-файл всего нашего приложения, который уже можно дальше запустить с помощью Java. Вот, как вы уже, например, Hello World запускали. То есть это все можно сделать, в том числе с помощью Gradle. Это будет Gradle, так называемый, task. Вот, смотрите. Здесь мы прошлись по task. Что-то было сделано, было сделано. Здесь у нас есть подробный достаточно log. Все хорошо, нам какие-то ноуты тут вывели, но мы на них забьем пока. Так, вернемся к слайдам. Почему Gradle? Потому что мы не хотели брать Maven, и Gradle сейчас растет с гораздо большей скоростью, его больше и больше адоптят новые проекты, потому что на нем можно писать скриптики, если вам это как-то понадобится, с использованием Groovy. Теперь сейчас мы немножко разберем, как вообще устроен из себя вот тот скрипт с помощью которого все вот это сейчас вам собиралось. А, во-первых, кто к вам, зачем он играет? Чего это выграет? Что-то вроде мейк-файла. Ну, то есть мейк-файла. То есть он собирает. Правда. Что-то типа мейк-файла. То есть я вам сегодня показывал, как собирать проект-запускатель. Естественно, если проект большой, я вам говорю, там есть другой способ поставки. На самом деле, понятно, никто не выполняет всякие команды Java в китайском проекте и всякое такое. Если это специальная утилита, они все за вас делают. Грава такая утилита. Вот. Мы будем пользоваться только ей. То есть, смотрите, если у вас один файлик в проекте, то его скомпилировать и дальше куда-то спаковать, это не составляет труда. Вы можете посмотреть на сайте Oracle, как собирать многофайловый, многопэккеджный проект. Это боль. И эту боль хотели преодолеть. Было много тулов, которые эволюционировали как-то, которые преодолевали эту боль. Вот. В C++ есть CMake. Ну, я не буду комментировать, как он работает, но вот это вот все мне нравится гораздо больше, если честно. Давайте теперь посмотрим. Я сделал ls в моей папке проекта. Что здесь есть? Что мы видим? Есть файлик, так называемый settingsgradle. Давайте я его открою. Что мы видим? Мы видим какое-то название рутового проекта. Это проект Atom. В нем есть инклюдики. То есть, каждая лекция включена в него. С первой по двенадцатую. Дальше включен какой-то Bomberman Frontend и Homework 2. Не будем углубляться, что это такое. Это какие-то, так скажем, либо подпроекты, либо подзадачи. Можете называть их как хотите. Сейчас это неважно. Давайте, что еще у нас тут есть со словом Gradle? Видите этот листинг вместе со мной? Есть у нас такая штука, как Build Gradle. Давайте посмотрим его. Вот, тут у нас что-то уже монструозное. А я сейчас разверну. Это все еще видно. Тут очень много всего, поэтому лучше бы вам его открыть у себя тоже. Смотрите, тут есть куча директив, которые позволяют нам работать со всем тем, что мы себе собрали. Из интересного, что вы можете тут увидеть. Например, есть всякие константы, которые рассказывают нам, из чего вообще сделан наш проект. Вот, например, версия JDK. Не обращайте, пожалуйста, внимания, что тут стоит восьмерка. На это есть небольшие причины. Например, есть таски, которые объявлены, типа Spring Boot. В нем есть декларация главного класса нашего приложения. Есть наверху на самом плагины, которые прописаны в нашем приложении. Например, Coverals и Spring Framework Boot. Как только мы будем продвигаться по курсу, мы с некоторыми из этих штуковин познакомимся. Вот, например, есть то, что применяется ко всем нашим проектам в директиве All Projects. Это плагин Java, плагин CheckStyle и плагин Jacoco. Сейчас мы поговорим, что это такое. То есть вы можете почитать вообще этот файлик, погуглить в Gradle файле, что вообще там находится. Это довольно интересно может оказаться занятием. Да, давайте вернемся. Gradle Workflow, посмотрите. А, вот, да. CheckStyle мы собрали определенный совершенно для вас, чтобы у нас не было разночтения, чтобы вы говорили с нами на одном языке. И в качестве одного из тестов в нашей домашней работе, в каждой, есть тест на CheckStyle. Если вы его не проходите, вы не проходите тесты, мы не будем даже смотреть ваши домашние работы. То есть вам обязательно нужно соответствовать стилю, который мы частично позаимствовали угла, частично, чуть-чуть изменили его, чтобы адаптировать под наши нужды именно. А вот теперь интересное. Как мы будем смотреть и что будет гонять тесты по нашему репозиторию? Есть такая тула, называется Travis, Travis CI. CI — это Continuous Integration. Сейчас можно зайти вот по этому урлу, да? Если нам интернет… Вот тут дядечка такой в шляпке. И показан проект. Это наш проект, который находится в Continuous Integration системе. Если вы, точнее, когда вы придете на работу в какую-нибудь IT-компанию, вы с большой вероятностью столкнетесь с подобными. То есть это будет либо у вас Jenkins стоять, либо что-то подобное. Либо Travis, либо вообще-то что-то самописное. И вы вот тут видите некоторую историю, в данном случае по реквестам вкладок. Можем открыть историю билдов вообще всю. Здесь он нам покажет, что мы что-то там билдили. Вот, например, My Homework кто-то билдил. Это Саша был. Вот, я все это вижу. Лекция 1 — это бранч. Вот я сюда зайду и увижу, что тут как-то билд проходил. Вот большая простыня белого по черному. Тут на самом деле ничто иное, как вызов функций, вызов, точнее, консольных команд, которые вы сами делаете, когда локально все это собираете. Вот, а теперь давайте я вам покажу сломанное что-нибудь, чтобы было понятно. А вот здесь у нас есть pull-request, который сломан, он не проходит. Сейчас мы посмотрим, почему. Joblog, бла-бла-бла, тут все это то же самое. И дальше смотрим, что команда GradleCheck, внизу GradleCheck, вам не видно ничего, наверное, не сработала. Это значит, какой-то коммит, который нам студенты отправляли, не прошел CheckStyle. Вот, тут дальше вам большая простыня о том, почему это случилось, что с этим делать. И думаю, с этим вы без труда разберетесь. Да. CheckStyle — это то же самое, что CodeStyle? Есть CodeStyle, это стандарт кодирования. CheckStyle — это инструмент проверки код стайла. То есть это такой тест, который проверяет, все ли вы написали, соответственно, на стайл-гайду. Вот. Так, давайте подведем итоги и быстренько про домашнюю работу поговорим. Что у нас должно в сухом остатке сегодня находиться? Это то, что мы более-менее засетапились. То есть либо все, либо почти все, за исключением тех, у кого нет ноутов, сделали себе сетапы, у вас все хорошо. У кого нет, пожалуйста, дома отфоркайтесь, сделайте все, что вы видели сегодня. У вас не должно быть проблем. Если у вас будут проблемы, пишите нам. Мы посмотрели по верхам, как работать с репозиторием, как его планировать и что делать, когда вы хотите внести изменения. Мы еще не сделали последний этап сделать пул-реквест, но презентация-то есть, мы вам еще это скинем на наш общий чатик. Да, еще раз. Нам остался этап сделать пул-реквест. Его сделать достаточно просто. Я думаю, вам это не составит большого труда. Вы делаете пул-реквест. Вы дальше, до этого вы собираете проект у себя локально, все тестируете. Потом отправляете нам, потом тестирует наш Трэвис. Потом мы смотрим и ревьюем глазками ваши реквесты, выдаем вам фидбэк какой-то. Если ваш пул-реквест красный, если Трэвис не закрывал, мы смотреть вот не будем. Это сразу скажем. Вот, давайте теперь по поводу домашней работы первой. Смотрите, у нас есть бранча. Вам нужно ее вычекать. Бранча называется Homework 1. Вы берете бранчу. Там есть тесты, которые падают. Во-первых, вам нужно посмотреть, какие тесты падают. Для этого вам нужно провести вот этот весь workflow, который мы описывали. Собрать все это, посмотреть. Как только вы почините тесты, вам нужно сделать пул-реквест. Пул-реквест вы отправляете нам. Мы дальше это посмотрим. Надеюсь, с этим все ясно. На дедлайн не смотрите. Вот, дедлайн до следующего занятия. Это плюс 7 дней. Вот, вы нам это отправляете. Скорее всего, когда вы будете все это выполнять, вы посчитаете, что я не хочу делать это все в блокноте, дайте мне какую-то интегрированную среду разработки. Вот вам на нее ссылка. Это, например, идея. Если хотите брать Eclipse, берите Eclipse, NetBeans, берите NetBeans. Но тогда не спрашивайте нам, а какими вот хоткеями можно сделать то-то, то-то. Community Edition. Идея доступен бесплатно для студентов. В том числе доступен Professional или Ultimate Edition. То есть у вас для этого должна быть почта в домене IDU, если я правильно помню. То есть тут есть все, чтобы открыть код, сделать подсветку. То есть не надо объяснять этому. Можно вопрос? Да. Да, достаточно, если вы готовы работать с базой данных из консоли. То есть есть тулинг, который позволяет удобно работать с базами в Ultimate Edition, Java Database Plugin, он называется, или Database что-то там. Он позволяет удобно достаточно работать с базами. То есть на работе я им пользуюсь. А теперь про литературу. У нас есть, конечно, книга Thinking in Java. Вы можете ее начитывать одновременно с курсом. Конечно, мы вам ее не будем пересказывать, даже не близко. Но книжка хорошая, из нее можно что-то подчеркнуть. Я не знаю, какая сейчас редакция последняя. Вот. Ну и оставляйте, пожалуйста, отзывы нам. Это очень важно. Это позволит нам сделать курс более адаптированный под именно вас. И всем спасибо. Если есть вопросы, подходите, задавайте.